здравствуйте дорогие зрители решили мы сделать вам подарочек после всех новогодних праздников обновить и собрать воедино всю информацию про тихушника номер один латинского шоу-бизнеса мариусе марро парень упорно не желает ничего говорить о будущей работе и зрители начинают сильно нервничать ну а теперь по порядку после съемок в фильме голубое средиземноморье марио лег на дно и появился только в микроскопическом эпизоде в сериале необходимая жестокость само по себе это хорошо так как он сам сказал что повторного приглашения вовсе не ожидал ну лиха беда начала не каждому латинусу везет появиться хоть на 5 секунд в достаточно популярном американском шоу тем более что коллеги по работе особенно женского пола были очень довольны кайли торн играющая там главную женскую роль просто захлебывал с подхвалебных эпитетов в адрес марио потом марио появился в радиошоу тали интервью было интересно но как всегда он ничего конкретного не сказал о будущей работе сказал что проектов много что сценарий рассматривает и как только так сразу народ сразу же сложил дважды два и стал ждать явление марио на телемундо тем более что он стал появляться на телемундовских мероприятиях с завидным постоянством а именно на премиях ту мундо и мексиканский билборд где марио был вместе с ванессой велела на мексиканском билборде марио был изрядно взлохмачен и казался довольно худым зрители тут же стали думать а для какой такой роли он это делает это же общеизвестный факт что как только у меня эта внешность жди много роли размечтался народ что марио снимется в патроне новом сериале телемундус рассели о рамбулы главной роли и уже появились статьи что россия ли сильно хочет марио партнеры но потом всех ждал облом представители студии аргас который совместно с телему да снимает этот с позволения сказать шедевр сказали что кандидатура симара вообще не рассматривалась а потом в прессе появились сообщения что а рассели помучавшись решила что бог с ним с успехом спокойствие ей дороже а потом она и сама суперзвезда в итоге главная роль у хорхи луиса пила а рейтинге в районе пяти пунктов и это в самом начале когда интерес был высок а на рекламу была потрачена уйма средств но вернемся к марио в перерывах между телемундовскими мероприятиями симара и велиела приняли участие в ежегодные благотворительные акции на это прибыль маяты много лет возглавляет фонд по борьбе с раком груди и марио участвовать в акциях уже во второй раз на потом фанны получили отличный подарочек от журнала корпуса на статья была обычная без особых изысков и откровений а вот фото сами посмотрите потом был кинофестиваль в санто доминго где фильм голубой средиземноморья участвовал в неконкурсной программе судя по фото и прессе все было отлично марио был доволен команда фильма была довольна марио общался с хуаном фурнандесом и тони тарантином фотографировался с поклонниками давал интервью доминиканской прессе и снялся в компании телемундовских актеров среди которых была соня смит это интересно так как именно соня планируется на главную роль в ремейке бразильской финной станции а про марио ходили слухи что он будет играть главного пигмалиона этой истории опять же осталось ждать совсем недолго феврале начнутся съемки и тогда уже увидим будет наш парень блистать на телемудрских экранах или выплывет где-то еще ну и как же без скандалов на этот раз отличился папаша зурия вега который неожиданно вспомнил что его дочечку жутко обидели во время съемок море любви и назвал марио свиньей к чему это все было не очень понятно тем более что сама зурия сказала что никаких конфликтов не было что все было нормально а папа такой шутник что на его слова не нужно обращать внимание ласковая дочка но потом опять поплыли слухи о том что телевизор может сменить гнев на милость и пригласить марио поработать ну все может быть голланов них там кот наплакал лусей щелей престарелый колонка и я низ и кучи серых и невыразительных мужиков которые не только играть не умеют но и внешним богом обижены поживем увидим телевизор место специфическое и для иностранцев мало приятное но и последнее явление марио публики было в марианской прессе папарацци планировали снять его фитнес-зале но не успели и засняли покупки и примерки серии полюбуйтесь и вы на сегодня все как что-то новое узнаем так сразу сообщим всем пока